Сейчас мы с вами это разберем по одной простой причине, потому что это учеба для всех нас. Поймете сейчас, потому что этого терпеть дальше невозможно. Это же не я придумал вопросы, это пару лет назад было это, в биологии. Итак, мы должны дать 90% вопросов для пятерки, чуть до четверки не менее 80%, то есть мы сдадимся в этот самый красный диплом, и у меня не могу. Ну давайте я попробую ответить. Не-не-не, дело в том, что, знаете почему, я себя заранее предупредил, есть столько подлинных подстав, любой может это. Я ведь когда, кто помнит, я третий раз показываю, первый раз выбрал один, попинал и дальше, второй раз уже несколько, и только когда вот чуть побольше было время посидеть, я схватился за голову, а я боюсь не попасть в эту ловушку. Или просто подсказывайте. Итак, почему это надо? Потому что сразу вот такой ЭГЭ по биологии невозможен. Кроме дури ничего не будет. Вот, смотрим сюда. Первыми при порастании появляется корешок, семидоли, стебелек. Вот, когда я начинал думать. Корешок, конечно. А корешок, это самое, появляется одновременно семидоли, когда лопается этот. Но тут нет такого варианта ответа. Нету. Тут ведь нужно выбрать только один, хотя в условиях должно быть оговорено. Или один вариант правильный, или выберите несколько вариантов правильных. Тут один. Ну тогда корешок однозначно. Да, вы бы получили за этот вопрос пятерку, но на самом деле, дело в том, что он некорректный. Знаете почему? Показать. Я же готовился к этому разговору. Он появляется одновременно с семидолями. Одновременно. Поэтому человек получит двойку. Например, он уже здесь, например, так? Вот здесь. Кстати, здесь тоже одновременно. Видите? Вот. Но дело-то не в это. Дело вопрос принципиальный. Человек может здесь сказать правильно. Семидоли одновременно. И это правильно, и это. Но формально корешок. Вот. Семидоли одновременно. Но он может быть тут не угадать. И так же тут, тут, тут. И оказаться в дураках, дворечниках. Хотя это. Некорректный. Поставленный вопрос. Это еще легонький. Это так, знаете. Не зря, что сходу ответили корешок. Пятерка. Пойдем дальше. Во время простания зародыш пытается. Вообще не пытается. Что интересно. А я люблю превращать это в учебу. Смотрите. Зародыш. Он сидит внутри этих. Семидоли это вот пока еще представляет собой. И себя этот самый. Как питательный этот. Как его назвать так? Господи. Ну, ядро. Да, лядышко. Вот. Сидит себе и сидит. Ему надо прорастать. Откуда он пищу берет? Как раз из семидоли. А здесь слово семидоли не встречается. Он из семидоли. Ну, здесь есть слово накопил. Может быть, если накопил, то запасными питательными веществами. Ну, написали бы семидоли. Накопил, то есть сделал запас. Так. Вот так я бы ответила. А погодите. Как он не успевает накопить? Зародыш он не копит. Он или спит. Или просыпается и начинает развиваться в дерево. Киршок, корешок. Вот. А, смотрите, вообще не питается. Ведь с ума можно сойти. Я сейчас подбираю. Беру банку. Она у меня простояла в погребе всю зиму. Я ее на кухне высыпал на столе и забыл. На следующий день. А в банке было штук 300 их. На следующий день смотрю, штук 20. Проросло. Ну, как? Расслопнуло. А живые, потому что я дальше рассаживал. То по этим. Значит, и первый пункт это, оказывается, может быть. Запасные питательные вещества. А что такое запасные? Да, это семя доли. Ладно. Скорее всего, надо нажать уже на второй пункт. А минеральные вещества, по сути, разве ему не нужны? Ну, как вот. И вы знаете, к чему прихожу? Я не знаю. Скорее всего, вот этот самый. Вот этот, скорее всего, правильный. Но может быть и этот. А может быть и этот. Чего ему не питать? Он, наверное, вставит. Он еще не в земле. Допустим. Ну, короче, хрен знает. Пойдем дальше. Там еще поинтереснее будет. Для порастания необходимо. Смотрите. Кислород, вода, тепло. Все варианты верны. Все варианты верны. Ну, правильно. А на хрена было вот это все? Это должен ответить детсадовский ребенок. Потому что одно из этих может быть лимитирующим фактором. Допустим, есть кислород и вода. Но есть холодная температура. Вот температура – это лимитирующий фактор. А тут как раз нужно, чтобы все сочетания всех факторов было. И кислород, и вода, и тепло. Я считаю, это сильный легкий вопрос. Вопросы для количества вставили. Он и даром не нужен. Семя имеет. Только запас питательных веществ. Зародие, запас питательных веществ. Ну, что же вопрос такие? Если там нет зародишек, то какое-то семя. Ой, господи. Семя имеет зародие, запас питательных веществ. Это на пятерку. Тоже очень легкий вопрос. Высокое температура, прорастание. Я не знаю ответа. Я бы в липах, я бы мог дойку получить. У кого? Ну, напрашивается, конечно, этот огурец. Огурец. Почему? Потому что он... У него происхождение... Да, происхождение тропическое. Центр происхождения. Ну, это опять же логически. Кто-то скажет, горох. Ой, не могу. Глубина заделки семян. Вот тут, знаешь, в чем вклады заключаю сразу? Количество воды и воздуха. Размера всем не количества воды. Раз, двух. Допустим, парень, там, школьник, соображает. Если здесь количество воды, и здесь количество воды. Нажми сюда, тогда и это правильно. Нажми третий, тогда и первый правильно. Тогда получается, остается... Но это будет тогда в принципе неправильно. Остается второй. Вот. От размера всеми не может зависеть. В принципе, может. Структура почвы может, может. А теперь поглуже копнем. Итак, я в своих лекциях говорю. Закапывать надо не глубоко. Но! Надо учитывать, что какая-то... Очень быстрое высыхание верхнего вот этого... Тоникого слоя почвы. Очень за это самое. Естественно, от структуры почвы зависит... Как она влагу держит. Правильно? Вот. А поглубже закопаешь. Там сырее. Зайдет с глубины. Лучше, чем если бы он рос в самой поверхности. Где сушен. Или может не взойти, потому что пересох. Да. А этот зашел поглубже. А дальше уже... То, что здесь, к сожалению, не отмечают. Зашел из глубины. Из... Та самая массовая гибель, потому что основание штампы сгнивает, оставаясь под землей. Ладно. Учеба продолжается. Потеря всхожицы семян. И вот это... Я от этого пункта балдею. Вот человека заставили, да? Заставили составить умного человека. Но, в принципе, невозможно составить вопросы, чтобы два было четко правильные, а два абсолютно неправильные. Вот. Перебыток воды. Гибель зародыша. Незасадок воздуха. Ну-ка попробуй сходу. Не задумайся. Желательно не задумайся. Я бы второе выбрала гибель зародыша. Ну, правильно. Потому что он может погибнуть и от переизбытка воды, и от недостатка кислорода. Да. От температуры может погибнуть. Но если зародыш погиб, то никакой всхожисти вообще не будет. Но если я человек принципиальный и напишу от переизбытка воды. Вот. Смотри. Вот он, переизбыток воды. Я человек принципиальный. Я бы поставлю здесь отметку и скажу, ставьте мне пятерку. Почему? Некорректные вопросы. Человек не знает, что от переизбытка воды точно так же гниет и гибнет. Вот наша задача. Лить, лить, лить. Семена гниют. Деревья гниют. Так нет. Ну что, продолжаем. И сейчас это, я нудный, как бухгалтер, короче, терпите. Органические вещества растения запасают для. То есть, у меня тоже крышечка поехала. Для чего они нужны в семенах? Для зародыша семени. Логично? Ну да. Ну да. Если содержащиеся в семенах органические вещества. Для всех органов растения. А что, разве нет? Они в зародыши уже есть. Ну, скорее всего, живот у человека. Вот делать было нефиг, но взять, думаю, надо же найти два вопроса. Растения думает о том, что его когда-нибудь впоследствии... А зачем вот эта дурь? Животный или человек. А зачем вот эта дурь? Человек, который совсем не занимался биологией, он думает, что всё сделано для питания человека. Ну или животных. Может ответить животных и человека. И будет прав. Ну, с одной стороны, да. Короче, это говорит о глупости вопроса. О глупости вопроса. Холдостойки называются растениями. Зимой ещё под снегом зерёными. Растущие в экстремальных условиях. Семена, которые прорастают при низкой температуре. Ну-ка, давайте. Ну, я бы ответила. Семена, которые прорастают при низкой температуре. А я бы ответила. Растущие в экстремальных условиях. Раз они растут, значит, они холдостойки. Попробуй, скажи, что они. Ну, верно. Так и обидно то, что и ты права. Как нам пятёрку заработать? Мы пока на тройку еле тянем. Так нет. Мы же не знаем. Мы говорим для животных. Кто-то возьмёт, да, там, допустим, скажет, нет. Нет, не для зародыша. И пойди, докажи комиссии. Мы на тройку ни хрена еле едут, по-моему. Но интереса же вот так вот. Дальше. Короче. Я говорю в экстремальных условиях. Тут понятна подсказка. Раз под снегом, значит, какие они морозыки, да? Так же? Ну, они могут быть... Зелёными. Это подсказка, чтобы не нажимали. Ну, почему зелёными? Ведь мы же осеем яровые, допустим, зерновые и азимые. Условно азимые зелёные. Азимые уходят под снег зелёными, как раз. Вот. Но всходят-то ведь они в тепле. Севена, которые прорастают при низких температурах. Значит, раз они ушли под снег зелёный и зимуют под снегом зелёные, взошли-то они в тепле. Да, это только азимые. А мы говорим в целом про садоводство. Вот. Вот это подразумевается азимые. Первое, да. Это про азимые, точно. А это про всё. И про азимые в том числе. Вот. А вот это вот, в нормальных условиях, скорее всего, галочку тут надо ставить. Но раз тут при низких температурах упоминается, сам экзаменатор тот придумал. Запросто может подставить всех экзаменуемых тем, что вот здесь надо галочку ставить. Так? Ну, я вот за этот вариант голосую. О, вот видишь, всё. Кто-то из нас дворечник. Причём неизвестно кто. Дальше. Во время набухания. Сейчас дурею вот это. Я первый раз по-настоящему. Я уже два раза пинал. Но выбирал какой-то один. Ну и дальше. Вы сами когда-нибудь проходили? Пробовали? Ну что, и мне с этим. Пробный. Нет. Вот сейчас пробую. Пытаюсь заработать хотя бы тройку. Смотрите. Набухание семена увеличивается за счёт прорастания. Ну, дураку, понятно, раз у неё прорастает, он увеличится. Так. Недостатка воды. Ну, это точно нет. Ну, точно нет. А третье, смотри, впитывание воды. Опять, блядь, 50 на 50. Первый, третий. Ну, как нам хоть тройку заработать-то, а? Ведь по теории вероятности они одинаковы. Когда ты берёшь 10 вопросов. Ну, так образно беру цифру 10. И ты наугад отвечаешь. На 5 ты только можешь половине случаев ответить. Так? Если выбор из двух вариантов. Это для какого класса, Игорь? И это что означает? Монетка тоже же? 10 класс. Монетка тоже орел-грешка. Получается это что? Смотрим дальше. Короче говоря, или прорастание. Да. И питание вот здесь вот, конечно, набухает. Ой, не могу. Ведь поручили, а человек, он не может. Сама биология такая. Как же я всю жизнь? С одной стороны, с другой стороны, с одной стороны, с другой. Вот. Ладно. Семидоли остаются внутри при подземном прорастании. Каждая. Видимо, там простора нет. Наверное, так они остаются. Раз под землей, да? Надземном. Ну, тут уж нет этого, по-моему. Но надо ещё знать, что такое семидоли. Если я книгу не знаю. В том, что и дело. А я уверен, 90%-то школьник, это же биологию издаёт. Они не знают слово семидоли. Да почему же? Да потому же. Я хочу, я тебе... Я могу на ящик коньяку. Выйдем на улицу 10 основным школьникам. Которые вот такого возраста. 15-17 лет. И спроси, кто семидоли. Да не 9 из 10, 10 из 10 не скажут. Они же не учатся, нихрена. Знаешь об этом? Или нет? Надо красные дипломы. Ты одна на тысячу. Так. Так. В надземном прорастании. Ну, тут можно ставить, а? И не в глубоком посеве. Так вот. Выбирай. Ну, это... Даже не знаю, что выбрать. Ну, я бы выбрал подземное прорастание. Вот. Подземное прорастание. Вот что получается. Я специально... Это же учёба. Нам это надо знать. Кстати, вот видишь, песок. Вот видишь, что она была закопана символически. И символическое в этом раскрывается. Обязательно они вылазят наружу. Обязательно. Вот. Вот. Теперь вот это есть подземное прорастание. Вот. Ну, не полное. Дело в том, что они всегда стремятся вылезти. Даже когда... Об этом может тот, кто даже преподает. Он может этого не знать. Что подземное прорастание... У него как бы шея растет. И на кончике получается... Вот они, семидоли. Всё равно вылезло. Смотрим дальше. Вот. Вот здесь семидоли. Это уже надземное прорастает. Тут вопросов нет. Она раскроется 100%. Вот, пожалуйста. Вот. Отпадает. А вот это мой коронный символ. У меня таких мне их прислали. Спрашивали про камень. Я правильно делал? А мне интересно, что у них, видите, семидоли отторчили. Вот она торчит. А ниже семидоли вот столько идет этого штамба. И он обязательно сгниет. Я человеку сказал, или ты устроишься, раскапываешь, или прощай, прекрасный мой, теперь уже не мой, саженец. Он, правда, про камень спрашивал. А зачем он стоит камень-то? А он, понимаешь, днём нагревается, а ночью тихо отдаёт. А для меня он ночью остывает, а днём долго нагреться не может. Я, кажется, не могу. Я, наверное, начитался человек этого. Вот. И так повторяем. Остаётся неглубокое. Остаётся неглубокий посев. Значит, правильный ответ. Внутри семени. Это всё-таки подземное порастание. Это для формального. А на самом деле, ну давайте ещё пройдёмся. Мне кажется, что учёба вот такая она и должна быть. Так, идём дальше. И вот, наконец, это тех у меня 100 фотографий для будущего. Энциклопедия. Настояние. И вот это что? Платонова с Ганечкиной это написали. Надрали эти. Самых. Как у них всё же. Нет бы написать, как у них всё же дерево. Ладно, проехали. Вот это вот человек посадил глубоко-глубоко. Вот. И вот у него семидоли. Вот это и есть семидоли. Они истощаются, когда дерево начинает расти. Вот. Они отдают вот эти вот самые. Они превращаются как бы в ложные листики. Они, это мои наблюдения. Отдают всё вот сюда. Потому что большая часть питательных веществ истощается. Вот они передали. Вот такие снимки даже. И самое главное. Это моя гордость, что я написал. Зашли в горшка. Я говорю, как садили? Я говорю, на 10 сантиметров. Я говорю, что? Я читала. То есть читала про шасси. А про это написали тысяча. Ай. Вот так же, как надо вылить ведро воды на это самое, на деревце. А вылить 10 ведро. И оно сгнило. Вот так и тут. То есть перестаралась. Я что кричу к телефону. Немедленно раскопать. Немедленно снимать. И вот этот снимок, это как бы моя гордость. Что мне Бог помогает. Вот такое право. Вот это саженец, мертвец. Ясно? Вот так вот. Ну и что получается? Мы на все вопросы ответили. Ну что? Ну нет гарантии, что мы получили пятерку. Пятерки нет. Пятерки ответили на все вопросы. Потому что вопросы такие. Тише. Между тройкой и четеркой. Мы могли угадать, если их 5-6. По 5-3-4 могли угадать наверняка. А остальные начинают со спорной. Причем нет гарантии, что кто-то думает иначе. Так же? Чем... Ок, ладно. Продолжение следует...